Вадим Мулерман Радио Киева и телевидение Киева сообщили грустную такую новость. В Нью-Йорке в одном из госпиталей Брухлина умер на 80-м году жизни выдающийся советский певец Вадим Мулерман. Он умер от раковой болезни, до этого он жил в Харькове на Украине, выступал с творчеством своим и получил даже такие высокие награды от имени мэров города Скадовска и Бердянска. Он стал почетным гражданином этих городов. Что сказать о Мулермане? Это человек, который был очень образованный с точки зрения вокального искусства. Он закончил Харьковскую консерваторию по классу вокального искусства. И голос обладал баротонарным голосом. Голос имел высочайшую кантилену. Темп голоса был изумительный. Когда он пел песни, сразу было заметно его маленький такой аристократизм, такая лиричность, такая честность как-то. Это любым зрителям. И пел он, конечно, без никаких помарок, как говорят вокалисты. Точно он пел. Без всяких таких. Профессионально пел песни. Ну, мы знаем его по песням, которые стали хитами. Для него сочиняли песни великие советские композиторы. Это Александра Пахмутова. Это Владимир Шаинский, который умер несколько лет ему назад. Это Арно Бабаджанян. Это Давид Тукманов, который живет сейчас в Германии. Это Никита Богословский. Это Ян Фрэнкель. А вообще он спел 123 песни. Спел Вадим Муллерман. О нем очень много можно говорить сейчас. И сейчас в Москве стали о нем очень часто писать. Особенно после смерти Кобзона. Московский комсомолец сегодня вышел с статьей большой о творчестве выдающейся эстрады певцов. Сам он родился в Харькове. 18 августа 1938 года. В еврейской семье. Отец его был строитель. Отец его работал инженером-строителем. Есть там строительство монтажа тресного рвозписа. Шестой в Харькове. Это по моей службе. А мать была швейер. Работала на швейер фабрике имени Кинякова. Он закончил школу. Обычную школу закончил. Но пение у него было. Талант пения. Замечали многие вокалисты. Замечали. И предлагали ему поступить в консерваторию. Он ее закончил. Ну и стал петь в начале в Харькове. И в 1963 году, когда ему было 25 лет, он поехал сам без какой-то протекции выступать в Москве на всесоюзном конкурсе артистовой эстрады. И занял первое место. И самую песню, которую он спел, эта песня была изумительно такая красивая. «А любовь остается жить». А жюри конкурса возглавлял Леонид Осипович Утиосов. И он сказал, смотри, такой еврей, а так здорово поет. Это фраза, которую в прессе пишут. И после всего этого конкурса он стал очень популярен. И он стал петь в вокально-инструментальных ансамблях под управлением. Анатолий Кролл был такой, в 60-е годы. Юрий Саульский. И вокально-инструментальный ансамбль «Прозор». Он пел. Ну а потом и дальше начал участвовать в международных конкурсах. Он был победителем конкурса вокального искусства в Праге в 66-м году. В Братиславе в 80-м году в Гаване. И большая такая его концертная деятельность была очень интенсивная. Он пел, ездил по всему Советскому Союзу. Везде его приглашали. И все ему как-то с удовольствием принимали его пение. Он стал очень популярен, чем нажил много таких врагов. А искусство – это зависть, черная зависть. Но его песни стали китами. Первая песня, которая была популярна – «Хоккей играет настоящий мужчина». Есть такая песня. И вот когда хоккеисты выходили на хоккейное поле, а в то время сборная хоккейная команда Советского Союза в 60-х годах была чемпионом Олимпийских, и канадца побеждала, то они пели песни. Их хоккеисты говорили, что это своеобразный домик, когда мы слышим эту песню. Вторая песня, которая была популярна – это песня Шаинского. «Лада», 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 «Лада». Ну и родители, у которых родились девочки, называли именем «Лада» своих дочерей. И еще даже, чтобы поощрить нашу автомобильную промышленность, «Жигули» выпускали автомобиль, «Жигули», ну какой-то был, не знаю. И для экспорта выполнения назвали «Лада», «Жигули», «Лада». Это хороший такой автомобиль. Ну а в 70-х годах началось на него гонение. Все начинают говорить об этом, вспоминают Лапин. Я, впрочем, Лапин был знаком. Это председатель госпелерадио Советского Союза. Безда так, что он действовал от имени Леонида Ильича Прежнева. Мы с ним хорошо были знакомы. И он решил всех евреев выбирать с оперной эстрадной искусства. Он сказал, зачем нам нужны это «Мондрусы» и «Мулерманусы». Хотя это не так. Это просто, это все было залезть. И убрали советское эстрадное искусство Ларису Мондрусу. Она уехала в Америку. Аида Ведищева. Юра знает, такая была певица знаменитая. Екатерина Шаврина. Зачем было ее убирать, непонятно. Нина Бродская песню пела. Геолог, Юра знает, геолог. Причай, геолог такая песня. Вот и поубирали. Убрали Вернеку Круглову, которая уже хорошо пела. Ну, она была жена Кобзона. И убрали. И все они вынуждены уезжать. Не было выступать. Запретили ни по телевидению, ни по радио. Ни концертный день совершать. Они уехали кто куда. В Америку. И единственное, кто помог «Мулерману» выступать с концертами, но только не по телевидению, радио. Это была министр культуры Екатерина Фурцева. И вот она понимала, что он это не заслуженно в сторону отодвинул. И он выступал в концертной деятельности в многих городах Советского Союза. А его еще обвинили, ну как бы сказать, непонятно, что обвинили. Он пел в новогоднем огоньке песню... Хаванагела. Песню пел. Одну песню пел, это Тумбалалайка. Что в этой песне плохое? Это изумительная вакция. Красиво поется Тумбалалайка. Красивая песня. Хаванагела тоже обвинили, что он спел. И вот это, мол, тогда борьба была в советский антисемитизм. И Советский Союз с Израилем не контактировался. Посольств не было. Вот по этой марке начались такие трени. Вот и от чего обвинили. Больше ни в чем нельзя было обвинить. Надо сказать, что он был очень популярный все равно на сцене. Хотя ему не давали выступать по телевидению. Голубые огоньки там не были никаких. Его не пускали. Никуда не пускали. Стас провалился от эстрады советской. Шоу-бизнес. И самое главное, ему хотели давать в фильмах участвовать, чтобы он пел песни. И мы до сих пор ставят на экранах идет фильм «17 мгновений весны». Режиссер этого фильма Львозова. Это фильм о разведчике Исаеве. Ну, мы называем его Штирлиц. Называем главную роль, которую играл Тихонов. Ну, а к этому фильму, многосерийному, «17 мгновений весны», музыку написал Микаэл Таривердиев. И должен был песни эти петь. Это вы, наверное, знаете эти песни. Мгновение, мгновение. Ну, мы ее разнаем. Должен был петь, согласован на всех уровнях, Муллерман. Увы, не дали ему петь. Муллерман пел так, как хотел Тихонов. Не так это, как бы сказать, как-то нежно, ласково, как-то трогательно. А даже, а пел эти все, и даже хитрениц общины, Кобзон пел. И слова Таривердиева, он испохабил музыкальную часть фильма. Ну, понимаете, тут там тембра, тенок, так. Я повторяю слова, я это в литературе написано. Это не мое. Какие-то выдумки, как вы считаете. Вообще, потом он в 91-м году переехал в Америку лечить своего брата, который там и умер от рака. И организовал в Нью-Йорке детский музыкальный театр, который выступал на сценах многих концертных залов Нью-Йорка. Человек он был, закончил режиссерский факультет ГИТИС и Ленинградской консерватории. И мог, конечно, быть не режиссером. Он был именно, как говорят, профессиональный певец, понимаете. Таких очень мало. Это только заканчивал консерваторию по классу вокала мыслей Магомай. И вот один, все остальные заканчивали музыкальное училище по классу фортепиано, хоровок, пене. Ну, только не вокалом, понимаете. Потом стали вокалистами. Ну, так вот служилось. Ну, и дальше сказать, что его даже слушал внимательно на его пение представитель Совета Министров Косыгин. Это человек, который был кристально чистый, который никакие на уловки не шел. Он даже, когда, это мне мои друзья рассказывают, когда приезжал лечиться в Железноводске, там почечники лечить, Железноводске, это Кавказские минеральные воды. Но не захотел даже с Горбачевым встречаться. Знал, что собой представляет Горбачев. Это так написано в литературе. Игорь Косыгин, когда увидел, что нету списка заслуженных артистов Российской Федерации, Магомаева, то есть Мулермана, это было 78-й год. Он туда включил его, как такой, напал на всех, как его, чего его не включили. И с подачи Косыгина в 1978 году он стал заслуженный артист Российской Федерации. Ну а дальше он выступал концертной деятельностью, выступал в Москве, в киноконцертный зал России, пел и военные песни, много чего пел. За границей он пел и неаполитанские песни, и много песен пел на английском языке репертуара Том Джонс. Есть такой знаменитый певец, это знаменитый певец Том Джонс. Вот такие вот дела. Ну если говорить его более четко, его там биографии, то он, первой женой его была, самая такая, говорят, до сих пор вспоминают харпучане, красивейшая диктор телевидения харпинского, и в это Чернова. Его хоронила, она умерла 26 лет от рака. Тогда рак не лечили, вы знаете, все равно. Ее хоронил весь харп, и лечил. Это была первая жена. Первая жена была нашего Вадима. Ну а вторая жена была, бывшая жена, которая ушла от Кобзона, это Вероника Круглова. Через три года, когда она разошлась и жила в Америке, они в самолете, когда возвращался Вадим из Америки, с ней познакомились, и прожили они вместе 17 лет. У них есть общая дочь Ксения, но живет в настоящее время Вероника Круглова, в Америке живет, и она приезжала на встречу с своим бывшим мужем в Москву, и в 2017 году на студии телевидение там была встреча такая, кто видел, по телевидению это показывали. Ну а третьей женой была, вообще это, такой дар обладать, тоже стюардесса. Ехал он из Нью-Йорка, Харьков, и она, звали ее Света, фамилия была Литвинова, она стюардесса, изумительно симпатичная, как пишут. Примерно жена, на ее руках он умер, в Бруклине умер, двое детей у них есть, она на 34 года моложе его, на 34 года, видите какой мужчина был Вадим, 34 года. И двое дочерей есть, живут они в Америке, сейчас живут. Ну, дальше, если говорить так, то он очень любил Израиль, выступал в гастроне Израиля, выступал, и брал с собой ансамбль, организовал таланты, которые молодые ребята, которые хорошо поют. И они ездили по Америке, и по Европе, и пели многие песни разных стран мира. А вообще, нужно сказать, что он очень сильно любил эстраду российскую. И в 2000 году в Америке проходил международный конкурс «Звезды эстрады». И он сумел убедить жюри американского телевидения, что приехали Микола Гнатюк, Нина Бродская, Эдита Пьеха приезжала. Тогда был Эдуард Хильчер жив, Сенчина была жива, она умерла, знаете. И белорусские актеры Поплавский и Тиханович. И вот они ездили по всем странам Америки с концертами, пели песни советских композитов, ну, белорусские, украинские, пели песни. Это его заслуга, заслуга муллермана. Он умер 3 мая на руках своей жены и завещал его похоронить именно город, без которого жить не могло, город Харьков. И он похоронен в городе Харькове рядом с своими родителями и своим старшим братом. И там он похоронен. А вообще, если говорить о его творчестве, то когда он, когда было ему 70 лет, это тысяча, в 2008 году, то в Харьков приехали очень много ее друзей. И первый прибыл туда наш оперный певец Лившес приехал. Феликс Лившес приехал. Приехал этот Демарин такой певец, он знаменитый, только мы мало его знаем. Приехали татарские певец, сейчас я вспомню, как же фамилия. Приезжали оперные певцы с Киева, приезжали с Одесского оперного театра. И в Харькове, где праздновали его 70-летие, в Отром театре, 6 часов подряд. Это все были песни пели, все его поздравляли. И такое это было впервые в Харькове, чтобы в 6 часов праздновали творчество своего земляка. А даже когда приезжала Гурченко, Гурченко сам из Харькова, то тоже было в Отром театре, его праздновали. Там длилось всего 3 часа. Такой он был популярен, он был очень популярен. Ну, ну, скажут, что он очень любил Израиль. И в последнее время он был болен, но он собирался сюда приехать в 2018 году, примерно в сентябре в этом месте. И отметить здесь 80-летие. Так планировалось, но не вышло. Человек, который посвятил свою жизнь творчеству эстраде, не любил шоу-бизнес, который в Москве процветает. А шоу-бизнес – это не надо иметь голос. Это надо никакой композиторой, современные композиторы ни одну песню не сочинили хит-песню. Нет такой мелодии, все на усилителях сумасшедших, на акустике, на микрофонах все построено. А надо петь, как раньше. Все эти песни, киты, которые поют за границей, это песни, которые советские композиторы сочиняли. Начиная с Матвея Глантера, Дунаевского, Ян Фрэнкер, Журавли, которые когда были сочинены, а сейчас же поют эту песню. И песня Тукманова «День Победы». Кто может лучше сочинить песню «День Победы»? Кто только не писал о «Победе». А вот эта песня «День Победы» звучит до сих пор. Не только в Советском Союзе, только в России, или в Украине, или в Белоруссии. А везде по всему миру звучит, даже в Америке. И даже мне говорили, что Трамп, 9 мая, он почитатель музыки, говорит, не, а в войне, вот эту песню «День Победы» спеть. Ее пели на английском языке «День Победы». Ну и потом, значит, он дал дорогу композитору Давиду Тукману. Есть такой композитор, талантливый композитор. И песню, эти глаза напротив, которые ее работают петь, это он сочинил Тукману. И он, молодой Тукман, обратился к нему, спой мою песню «Гуцулочка». И Булерман спел песню «Гуцулочка». Есть такая песня в его репертуаре. А вообще о нем сейчас стали больше всего говорить. Изданы за рубежом в диске, где 123 песни его звучали. Но не только песни, на Идиш он пел песни, на еврике пел песни, на украинском языке, на русском языке, на польском языке пел, на английском языке пел. И очень много пел неаполитанские песни. И сейчас говорят, что как вот пел Мулерман, пел неаполитанские песни, особенно гварда Кемара, гварда Кирвина. Смотри, какая луна, смотри, какое море. Он никто вообще лучше не пел. Так говорят специалисты, итальянские специалисты говорят. Он пел. У него широкий был диапазон. Но мы ее особо не могли знать, потому что он был как-то тут закрытый. На него было гонение. Мы ее не знаем. За рубежом ее с удовольствием в диске с ее песней поет. Вот так я коротко о нем рассказал. И мои друзья, это дети артистов и музыкантов Харьковской билетки. И мой папа тоже. И в эвакуации мы тоже были вместе. Нашего было по 2-3 года, я так помню. А когда приехали, я почему-то, ну, в притчере были, не с 7 лет пошел, а с 8 в школу. А мои хлопцы пошли все как положено. И они были вместе в одном классе с Вадимом. Это я говорю, как оно есть. Я его знаю. Во-первых, у них такой класс был интересный. Ну, я даже в классе 4-м. У них там учительница была Людмила Васильевна. Она красивая. Ну, пацаны по 11-12, а я там 24, я сказала. Я у них в классе пропадал. Потому что друзья мои близкие были. По своему классу я единственный, кто был знаменитый у нас. Это сын ректора Харьковского политехнического института. Симко был такой, вероятно, социалистического труда. Вот. И поэтому Вадима знал. И для меня их сталкивались там. Муля он был. А я был, у меня другая кличка была. Короче говоря, я потом ушел в техникум. А вот после вот в 54-м году объединили, по-моему, уже девушек и мальчиков. И он перешел в другую школу. Ну, все равно сталкивались. В любом случае. Я его в Харькове видел. Последний раз я к нему подошел. Он был в 12-м году. Вот Аллочка, это моя дочка, была тоже. Они пели здесь. Вот он про ансамбль говорил. Где был запасной стадион. Ну, я подошел с другой стороны. И говорю девочкам. Позовите, пожалуйста, Вадима Осиковича. Он нет, он очень занятый. Ну, извините. Откуда вы его знаете? Я говорю. Может, ваши родители даже еще не родились. Вот сейчас позовем. Ну, он идет. Я говорю, Вадим Осипович, что если тебя ученик с 47-го года прорезыва в 82-й школу, и Харьков он обомлил. Я ему назвал ребят. Ну, столько лет прошло, в конце концов. Он расстроился. Ну, с детства взяли друг друга. Вот такие дела. Значит, я подобрал 15 видео. И вот это первое начало. Значит, все это я с интернета взял. И вот отмечали его 75-летие. Это было, получается, в 13-м году, да? В 13-м году. В 13-м году. Ну, там большой концерт был и так далее. Но начало, я все-таки решил, там ровно идет 5 минут, не больше. Послушайте. Это вот очень приятно. Песни, песни мы, конечно, будем. Но вот это сейчас вы увидите. Не знаю, загадка сложная, длинная, поэтическая, справитесь ли вы, не знаю. Не уверен даже вообще в этом. Кто нам первым спел когда-то про хоккей, что так суров? Эта песня стала гимном настоящих мужиков. Кто скажете по неволе, в том явлении виноват, что в Союзе в прошлом веке появилось столько лад? Кто, уже не веря в чудо, детство громко умолял, погоди, прошу, не надо, и с собой остаться звал? Кто принес в 60-е всей стране благую весть, что любовь на белом свете все же оказывается и есть? Кто, решив вопрос с цензурой, напевая, шел домой, как король и победитель, хоть побитый, но король и хромой? Кто со сцены в зал спускался, галстук спрятавший в карман? Ну, конечно, он любимый всеми нами. Какая догадливая публика собралась сегодня. И благодарная очень, действительно. Король эстрады Вадим Мулерман. Вы правы, абсолютно. Это вот когда-то, вы знаете, было ли такое высказывание поп-идол и все проще, но вот мне кажется, круче тогда и не было никого. Ну, Магомаев шел впереди, согласитесь, да, вот старшее покорение помнит. Вот Магомаев, потом появляется Бальзинский, Хиль появляется потом, Макаров, Кобзон и так далее. Но вот тогда по мощи, по силе таланта, такого исполнителя просто не было. Поэтому я думаю, что нам нужно сейчас встретить Макаролевский. Для вас поет народный артист России, заслуженный артист украины Вадим Мулерман. Сейчас я вам расскажу дальше. Он вышел, ну, чувствовал мне для себя не очень. И вот на этом дело закончили. Вот, но я хочу сказать, что он не только пел эти песни знаменитые, обычные, ну, в смысле про любого, но он пел и военные песни. Сейчас я, первая песня, это «Письмо отца». Я читаю письмо, что уже пожал тело с годами. На конверте в углу номер почты стоит полевой. Это в сорок втором мой отец написал моей маме. Перетел, как идти в свой последний решительный бой. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутой берегу. Дорогая моя, поцелуй от речи слишком. Знаешь, что вас от беды я всегда сберегу. Я читаю письмо, и как будто все ближе и ближе Тот тревожный рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо, и отчетливо слышу, Как сейчас те слова, что сказал перед боем отец. Дорогая моя, на переднем у нас передышка. Спят в окопах друзья, тишина на крутой берегу. Спят в окопах друзья, тишина на крутой берегу. Спят в окопах друзья, тишина на крутой берегу. Спят в окопах deliciousness. Я читаю письмо, и за окнами солнце смеется. Начинается дерь, и сердца продолжают любить. Я читаю письмо, и уверен, что если придется, То, что взял в окне, я сумею всегда повторить. Дорогая моя, напередим у нас передышка Спят в окопах друзья, тишина на крутом берегу Дорогая моя, поцелуй покрепче слишком Знай, что вас от беды я всегда сберегу А теперь я посмотрю следующую песню Называется она «Август Фрэнкель» Миногост Да, включай Скоро осень за окнами август От дождя потемнее кусты Но я знаю, что я тебе нравлюсь Как когда-то мне нравилась ты Не напрасно таскать тебя, Боже И напрасно грустна ты со мной И на августе сбыться не сможет Что сбывается ранее сной Что сбывается ранее сной За то, что рассвет не приобилы Что чувакишка скучит без конца Ах, как жаль, что и не обиды Забыть не умеют сердца И напрасно таскать тебя, Боже И напрасно грустна ты со мной Что сбывается ранее сной Что сбывается ранее сной Что сбывается ранее сной Скоро осень за окнами август От дождя потемнее кусты Я знаю, что я тебе нравлюсь Как когда-то мне нравилась ты За то, что рассвет не приобилы Дождь во то, что стучит без конца Ах, как жаль, что и не обиды Забыть не умеют сердца Забыть не умеют сердца Ах, как жаль, что и не обиды Забыть не умеют сердца Льет ли теплый дождь Падает ли снег Я в подъезде Против дома На него стою Жду Придешь ли ты А быть может и нет Стоит мне тебя увидеть О, как счастлив Страна и тишина Нашу страну Сердце любит Но не скажет О любви своей Пусть живу я И не знаю Любишь или нет Это лучше, чем признавшись Слышать нет В ответ А я боюсь Услышать нет Песню подобран На гитаре я Жаль, что ты ее не слышишь Потому что в ней Грусти не тая И я тебя назвал Самой нежной И красивой Ой, это правда По ночам тиши Я пишу стихи Устверят, что пишет каждый Девятнадцать лет В каждой строчке Только точки После буквы Л Ты поймешь Конечно все Что я сказать хотел Сказать хотел Но не сумел Склонно По ночам тиши По ночам тиши По ночам тиши Я пишу стихи Я пишу стихи Устверят, что пишет каждый Девятнадцать лет В каждой строчке Только точки После буквы Л Ты поймешь Конечно все Что я сказать хотел Но та и цене Весной всегда Быть может мне Ты скажешь Да Но та и цене Весной Всегда Быть может мне Ты скажешь Да Да Следующая песня Называется Смотри какой Ебазвездная Это Там Там было Он Струговый Что-то очень красивое Было Видео Смотри Какое Ебазвездное Смотри звезда Летит Летит звезда Хочу Чтоб Чтоб Зимы Стали Веснами Хочу Чтоб Было Так Было Всегда Загадай Желание Самой Синей Полночью И Никому Его Не Назови Загадай Желание Пусть Оно Исполнится Будет Светло Всегда Светло В нашей Любви Но Это Час Ничтою Кажется Все Соловьи Земли Спешат Сюда И Сердце Вдруг По Нему Вкатится Оно Звезда Теперь Оно Звезда Загадай Желание Самой Синей Помощью И Никому Его Не Назови Загадай Желание Пусть Он Исполнится Будет Светло Всегда Светло В нашей Любви Всего Вы Светло В Исполнится В Светло Оно Исполнится Не Светло Носк Оно В Смотри, какое небо звёздное, Смотри, звезда летит, летит звезда. Хочу, чтоб зимы сталь вёс ловит, Хочу, чтоб было так, было всегда, было всегда. Хочу, чтоб было всегда, было всегда, было всегда. Значит, да, поёт Вадим Ульярман. Я ж не знаю. Включаю, слушайте, слушай мудоборство. ПЕСНЯ 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 Эти глаза напротив гайдоскоп огней, Эти глаза напротив ярче и все теплее, Эти глаза напротив чайного цвета, Эти глаза напротив что это, что это. Пусть я впадаю, пусть, сентиментальность и грусть, Воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас, Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Эти глаза напротив пусть пробегут года, Эти глаза напротив сразу и навсегда, Эти глаза напротив и больше нет разум, Эти глаза напротив, мой молчаливый друг. Пусть я впадаю, пусть, сентиментальность и грусть, Воли моей супротив, эти глаза напротив. Вот и свела судьба, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас, Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Я всегда говорил, папа был первый трубач, а беру это, потому что мы его успокоили. Пусть я впадаю, пусть, сентиментальность и грусть, Воли моей супротив, Эти глаза напротив, вот и свела судьба, вот и свела судьба нас, Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. Только не подведи, только не подведи, только не отведи глаз. А мы случайно повстречались, мой самый главный человек. Благословляю ту случайность и благодарен ей навек. Представить страшно мне теперь, что я не то открыл бы теперь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. Представить страшно мне теперь, что я не то открыл бы теперь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. Любовь и нежность, излучая, храни тревогу прозапас, чтобы никогда уже случайность не разлучала в жизни нас. Представить страшно мне теперь, что я не открыл бы теперь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. Представить страшно мне теперь, что я не то открыл бы теперь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. Благословляю ту случайность, излучая, храни тревогу прозапас, благословляю ту случайность, излучая, храни тревогу прозапас, чтобы никогда уже случайность не разлучала в жизни нас. Представить страшно мне теперь, что я не то открыл бы теперь, другой бы улицей прошел, тебя не встретил, не нашел. Тебя не встретил, не нашел. Тебя не встретил, не нашел. Поет Вадим Уллерман. Налетели вдруг дожди. Говорят, что любовь забывается, и калитка от меня закрывается. Говорят, что ходит все напрасное. Говорят, что мы с тобой люди разные. Налетели вдруг дожди, нас скандалили. Говорят, они следов не оставили. Но дошла в садах сирень до кипения, И осталась ты во мне вся весенняя, весенняя, весенняя. И не словами о любви, увы, связаны, И случайно, может быть, были сказаны. Только были те слова ветром брошены, Простучали по земле, как горошины. Но дошла в садах сирень до кипения, И осталась ты во мне вся весенняя, весенняя, весенняя. Ла-ла-ла-ла-ла... Что, Людмила, ты меня не рассказывай, Затянула узелок не развязывай, Ты ушла за синий лес поздней осенью. Разлюбила, говорят, да и просила. Налетели вдруг дожди, нас скандалили. Говорят, они следов не оставили. Но дошла в садах сирень до кипения, И осталась ты во мне вся весенняя, весенняя, весенняя. Ла-ла-ла-ла... 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 Ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла На половине жизни он достиг верха популярности, а дальше еще на пол жизни исчез. Там было все, и боль, и забвение. Но что его спасло? Как он нашел свое счастье? И почему его свадьба была тайной даже для родителей и жены? Россия в прямом эфире. Хмуриться не надо. Самому теплому голосу 60-х, Вадиму Мулерману, 75 лет. Из них половина в забвении. Первый раз так откровенно он расскажет, что смело его с эстрады на пике популярности и как он выживал все эти годы. Он был безработным в Харькове, таксистом в Нью-Йорке, бездомным в Москве, пока не стал, наконец, просто мужем и отцом. Вернулся на родину в Харьков, где обрел счастье в воспитании своих детей и внуков и водюшиных деток. Так называется ансамбль ребят, которых он учит в эстраде. Ему было очень тяжело, но помог ему один человек. Это его третья супруга. Светлана Литвинова-Муллерман сегодня в нашей студии. Она и спасла его от той боли, которую он испытывал. Добрый вечер, Светлана. Гморится не надо, ладно? Гморится не надо, ладно? Для меня возьмет награда. Это тебе подарок. Вы не с пустыми руками, Светлана. Да, я хочу подарить своему мужу, самому замечательному человеку на Земле. Мы с детьми буквально там ночью перед отъездом делали вот такой календарь. Здесь написали «С любилием, папуля». Потому что... С любилием. На следующий год. Это мы с детьми так решили. И сделали в этом календаре. Мы собрали, вот когда он был еще один. Потом, значит, мы встретились. Потом, значит, мы расписались. Потом появился один ребенок, потом второй. Потом дети выросли, потом собачка. В общем, все у нас хорошо, слава Богу. Мы даже с детьми ставили сюда выражение папины, когда он иногда там нам говорит. Ну, например, «Мне кажется, что моя жена более удачно вышла замуж, чем я женился». Вот иногда он так вам хочет сказать. Мне задавали вопросы, у вас было желание разойтись или желания разойтись не было, убить было. Но это не моя фраза, это уже крылатая фраза. Расскажите, как вы познакомились? Познакомились мы в самолете. Микрофон. Есть микрофон. Я работала в Харьковском аэропорту, была стюардессой, молоденькая, вроде ничего. Меня посылали на ответственные рейсы. Вот. И мы летели из Киева на маленьком самолете. И сейчас молоденькая, и тоже вроде ничего. Вот. И когда, значит, мы маленький самолет, Ан-24, летим из Киева в Харьков, жара, июнь месяц. Ну, тогда 95-й год, какие-то у нас перебои были с грузчиками, с водой. Вот все это как-то неорганизовано было. Привезли одну бутылочку мне воды, я должна этой бутылочкой напоить 48 пассажиров. Я думаю, ну ладно, ну как же ж мне сделать так? Ну кто же, кому же я ее, как бы это, ладно, кто попросит у меня, вот тому я и напою. Вот. Ну, как бы все сидят уже, все. Но я не просил. Потом было все было. И привезли последнего пассажира. Уже на тележке, на грузовой. Он сам грузил свои чемоданы. Последний пассажир, да. Да, последний пассажир, да. И мне так жалко. Он обливается потом, садится там в первый ряд на свое место. И говорит, вы принесете мне потом водички. Но я думаю, я таки должна налить стаканчик воды этому человеку. Ты таки не так. Таки да. Но у тебя своя версия. Моя версия обыкновенная. Я просто сел и уснул. Потому что меня в Кире хорошо встречали ребята там. Мы выпили немножко. Еще перелет из Америки очень. Тоже 9,5 часов. Я сел и уснул. Дайте мне часочек поспать. Там 50 минут самолет летел. А она говорит, выпейте водички. Девушка, отстаньте. Я вас прошу. Ну, давайте мне поспать. Я не хочу водички никакой. И все равно она через 5 минут опять подходит. Я говорю, хорошо. А я так посмотрел. У них всегда свои версии. Она прошла так по салону. Ну, такой красный костюмчик. Сюардессы тогда одевали. Красный. Я посмотрел сзади. Ну, видит ничего сзади. Да, я говорю. Я говорю, ну, дайте тогда мне водички. Она того принесла. Вот так. Но я не напрашивался. Это наш собак. Вадим Иванович, а потом, когда вам вот уже предстояло создавать семью, создавать, вы третий раз. Вот после тех ударов, которые вы до того получали, вам не было страшно? Ну, мне было страшно, что я намного лет старше ее. Я почему я бою не Вадима, но в смысле первых. Их не с ним вообще пел, поэтому я не имел право честно не спит. И чает каждый раз свое, но объявляется подъем, когда казарм не сняться сны. Камарам командует вперед, а сам, конечно, отстает и на войне, и без войны. Молитвы знаем нас зубов, но больше верим котелок, которым булькает трупа. Девчонки с нас не сводят нас сегодня с нас, а завтра с вас любого нас лепат. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, лучше работы я вам сеньоры не назову. Буду я точно генералом, стал я точно генералом, если капрала, если капрала, переживу. В субботу нас под барабан выводят стройки черван, а впереди капрал и идет. Но все равно, но все равно не зря распатнуто окно, в котором нас улыбка ждет. Мы четко знаем всех невест, и в гарнизоне, и в окрест, а также барышей, и в дом. Но лично я для рандеву ищу веселую вдову с семнадцати годов. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, кучу работы я вам сеньоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала, переживу. И просто топчется от пыли, капрал орет, рубай, гали, а мы хотим рубать компот. Капрал, голубчик, не ори, и отпусти меня к море, пока еще девчонка ждет. А прочим, черт тебя дели, не отпускай меня к море, а через восемьдесят лет Тебе капрал затронет ручками, с лампасами сошью, а может быть и нет. Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, кучу работы я вам сеньоры не назову. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, если капрала, переживу. Буду я точно генералом, стану я точно генералом, если капрала, переживу. АПЛОДИСМЕНТЫ Железный шлем, деревянный костыль, король с войны возвращался домой. Солдаты переглотали пыль, и пел с ними вместе король хромой. Троянский бар, одни Мурский и шелк, на пашне ждала королева. И вот плотком она машет, забери, не бог, она смеется, она поет. Рваная обувь, а в шляпе цветок, для салона площадь и лед простой. Он тоже пел, он молчать не мог в такую минуту и в день такой. Переальюк, переальюк, переальюк. Переальюк, переальюк. 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 Переальюк, переальюк. Переальюк. Ну вообще похлопаем, о литвах. Сейчас я вам расскажу. Он поет мне песни про тебя, светло, как день, темно, как ночь. Зовешь меня и гонишь прочь, что нужно сердцу твоему. Скажи мне все, и я пойму. Может быть, строю я волшебный замок из песка. Может быть, выдумал. И нет тебя, любовь моя, любовь моя. Быть может, время не пришло. И солнца счастья не взошло. Ты ничего не говори, но хоть надежду подари. Субтитры создавал DimaTorzok Скажи зачем и почему Тебя так нежно я люблю. Зачем все мысли о тебе? Субтитры создавал DimaTorzok За колдовство. Я в 74-м году, в 75-м, первый раз вообще освободительница в институте проектного дырка. Первая песня моя была. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Все решилось проще бы, проще бы, проще бы, проще бы, триста лет назад или даже, может, сто задних глазах тебя созлить на площади, потому что это колдовство. Все чаще мне ночами снится далекий век, где ты жила, там на стену толпа теснится, и на костре кипит смолад. Субтитры создавал DimaTorzok И никуда теперь не деться, бежать, что толку от судьбы двадцатый век не знает средства от колдовства. Субтитры создавал DimaTorzok Потому что это колдовство Потому что это колдовство Колдовство Запоздалая любовь Да, понимаете, есть Последний желтый лист Кружась упал в траву Наверное, ты ждешь, что вновь тебя я позову Но стоит ли тебе с тобой встречаться вновь, когда ушла весна, когда прошла любовь? Тебе я приносил морозные цветы А жар моей любви мог растопить снега и леды Но в сердце у тебя был ледяной комок Который отогреть я не смог Ты пишешь мне теперь, что глупою была Как жаль, что это все Ты слишком поздно поняла Ответом ни к чему Тебя мне огорчать Поэтому позволь Тебе не отвечать Наверное, всю жизнь Я буду вновь и вновь Чуть грустью вспоминать Тупевую свою любовь И пусть она прошла Без твоего тепла Но все же она была Но все же она была Да, была Без твоего Без твоего И пусть она увидела Без твоего Наверное, всю жизнь И я буду вновь и вновь Чуть грустью вспоминать Ту первую свою любовь И пусть она прошла без твоего тепла Но все же она была, да, была Я сделал музыкальный слайд Музыкальный слайд Начиная вся его семья с детства Он брат, семья вся Музыкальный слайд 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 Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова